Приветствую вас, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу беседу об оперативно-весной деятельности и на связи через видеоконференц-связь адвокат Виколов Олег Валерьевич. Специализация известная уже вам. Олег Валерьевич, приветствую! Здравствуйте, Иль Петрович! Включаю демонстрацию экрана и мы продолжаем рассматривать наш веселенький алгоритм. Так, вернемся к предыдущему пункту. Вот. Мы остановились в прошлый раз на компетенции органа-субъекта... Ох, простите. Соответствовали содержание ОРМ тому, что предусмотрено законом. Пункт 4 алгоритма. Пункт 5. Компетенция органа-субъекта ОРД. Типичное нарушение мы описали в предыдущем видео, когда ФСБ проводили ОРМ по делу не подведомственного. Коллеги, ну, шестой пункт основания проведения ОРМ пропустим, потому что мы много этому посвятили времени и есть еще и отдельный этап посвящен этому. Пункт 7. Проверка условий проведения оперативно-розыскных мероприятий. Мы это тоже рассмотрим дальше. Коллеги, особый порядок ОРМ, ограничивающий конституционные права граждан. Олег Валерьевич, встречается ли такого рода нарушение ошибки? Встречается. Бывает, что и без судебных решений начинают прослушивать. В принципе, такая возможность законом предусматривается. Тут тоже нужно смотреть, были ли достаточные основания для проведения без судебного решения, допустим, прослушивания или обследования, допустим, живых помещений. И соотносить это с наличием оснований и соотносить также и с отсутствием, точнее, со срочностью проведения этого ОРМ. Не было ли возможности все-таки сначала получить разрешение суда, санкции суда, да, затем уже приступить к проведению этого ОРМ? У меня в конституционной практике, Олег Валерьевич, был такой пример, когда адвокат, я консультировал именно не доверителя, а адвоката, обычно так и бывает, адвокат, ну, скажем так, без моей помощи, изучая результат оперативной деятельности, я обратил внимание, что время ОРМ было проведено в условиях нетерпящего отлагательства, в данном случае обследование жилища, то есть нарушение конституционного права на неприкосновенное жилище. Как мы помним, статья 8 федерального закона позволяет это делать в условиях нетерпящего отлагательства, но 48 часов уведомления суда, да, ой, простите, 24 часа уведомить суд и в течение 48 часов получить согласие, то есть соответствующее разрешение суда. Да. Адвокат поднял материалы, внимательно их просмотрел и обратил внимание на то, что первый срок, значит, срок 24 часа уведомления было составлено за одним числом. И, наконец, в 48 часов он обнаружил, что решение суда было получено на 1 час позже истечения 48-часового срока. Как вам, Олег Валерьевич, такое нарушение? Ну, я думаю, что нарушение существенное и, скорее всего, оно должно было повлечь признание проведения этого УРМ незаконно. И, соответственно, результатов будет полученных в результате этого прослушивания. Олег Валерьевич, а как Вы считаете, как адвокат установил это нарушение? Как он доказал? Как он обосновал это? Хотя, как мы знаем, формально адвоката не обязан доказывать невиновность, но в практике это происходит. Итак, как установить это дело? Может быть, Вы, Юрий Петрович, расскажете, как это не удалось. Вот, Олег Валерьевич, честное слово, кое-что я могу и не помнить. Дело в том, что адвокат по этому делу был как раз бывший оперативный сотрудник, ну, просто молочина. Просто молочина. Я подсказываю, Олег Валерьевич, ну, чтобы мы с Вами оба понимали, к чему дело идет. Дело в том, что не все можно рассказывать. Дело в том, что меня адвокат не упономачивал вообще-то раскрывать эту информацию, хотя Вы не знаете ни фамилии, ни регион, но не суть. Итак, как адвокат может получить доступ к тому, в каком порядке, в какой период тот или иной судья рассматривает ходатайство по линии ОРД? Ну, наверное, обжаловать можно просто в порядке 125-й прослушивание. Так. И в ходе рассмотрения этой жалобы изучить материалы. У него просто был знакомый помощник судьи в этом суде. Тот попросил его, и, значит, адвокат попросил, и помощник проинформировал, что на самом деле 48-часовой срок заканчивался где-то под утро, около 6, около 7 или 8 утра. И адвокат, помощник, вернее, доложил адвокату, что судья в этот день пришел на работу только в 9. Поэтому он физически не мог рассмотреть это ходатайство в 8 часов утра. И, соответственно, адвокат в суде подал соответствую жалобу в порядке 125-й. Ну, и судья, так сказать, будучи в данной ситуации, ну, если не свидетелем, то, скажем так, участником, да, не стал отрицать, что он санкционировал это позднее. Вот такая была история. Ну, по крайней мере, это... Полезно иметь знакомых помощников в суде. Ну, да, вот такая была. Теперь вы понимаете, почему мне не очень хотелось это рассказывать, да? Понятно. Итак, особый порядок. Другие нарушения, коллеги, к сожалению, часто встречающиеся, это я уже по результатам занятий с адвокатом, это номера телефонов ошибки и ошибки в точных адресах. В соответствии, как говорится, с официальным юридическим адресом... Ой, простите. Ну, да, кстати, юридический адрес тоже. Адресом проживания конкретного физического вольца, если речь идет о нарушении именно тайны неприкосновенности жилища. Девятый пункт, обратите внимание, проверяем гарантии, соблюдены ли гарантии неприкосновенности отдельной категории лиц. Давайте вспомним, какие категории лиц имеют определенный иммунитет. Некоторые гарантии неприкосновенности в отношении оперативностных мероприятий. Олег Валерьевич, напомните нашим слушателям. Ну, все сразу не напомним, но, например, судьи, адвокаты. Совершенно верно. Вот давайте уточним в отношении адвокатов. Какие там гарантии, Олег Валерьевич? Без разрешения суда вообще оперативно-расследовательная деятельность не может проводиться в отношении адвокатов. Причем в законе об ОРД об этом ни слова, но есть, тем не менее, в законе об адвокатской деятельности. Об адвокатской деятельности адвокатуры. Совершенно верно. Так вот, коллеги, в практике имеют место провести речивый случай. Итак, оперативные сотрудники начинают ОРМ. Видимо, с дела по перерасчету или вообще не завели, или, ну, литерное дело и все такое, ну, имеют право. Как говорится, с колес начали проведение ОРМ. В отношении адвоката. Почему? Потому что он предлагал взятку. Это реальный пример из тактики. Консультировать пришлось по этому делу. Итак, он предлагал взятку следовательно. Начали проведение в отношении ОРМ оперативные сотрудники, как потом они сообщили. Они не знали о том, что это гражданин имеет статус адвоката. Провели ОРМ, то есть оперативный эксперимент. Взятка была передана адвокатам. В данном случае, как посреднику, как потом оказалось, все-таки обвиняемым в мошенничестве. И, так сказать, никакого судебного решения в отношении адвоката не было на момент. Оперативные сотрудники переклились, божились по тому, что они не знали и по обстоятельствам дела не могли знать о том, что этот гражданин обладал статусом адвоката. Как вы считаете, Липович? Это нарушение или все-таки, если оперативники не знали и по обстоятельствам дела не могли знать, то в этом можно, так сказать, обойти это нарушение с точки зрения интересного мнения. Ну, формально говоря, в законе, в специальных же законах, например, если речь идет об адвокате, не говорится же о том, что вообще оперативная деятельность проводится только с согласия суда. Но если оперативник не знает, то согласие можно не получать. Я думаю, это просто даже нелогично будет. Поэтому знает, не знает о статусе, о привилегиях каких-то, да, оперативников. Общий порядок это не отменяет. Санкции суда нужно получать. Совершенно с вами согласен, Олег Валерьевич. И в этом деле было именно так. Здесь, в данном случае, субъективная сторона нарушения закона, допущенной оперативными сотрудниками, не имеет никакого значения. Результаты ОРД были признаны недопустимыми доказательствами в процессе. Дело пришлось прекратить. Но там были еще другие нарушения в отношении, в данном случае, прав и законных интересов адвоката. И поэтому дело погибло. Ну и еще последний пункт этого второго этапа. Пункт 10. Порядок изъятия документов, предметов и других в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Напоминаю вам, коллеги, что у нас есть в федеральном законе, статья 15, права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Итак, напоминаю, пункт первой части первой этой статьи гласит, что при решении задач ОРД органы имеют право проводить гласно-негласно ОРМ, перечисленные статьи 6, производить, обратите внимание, производить при их проведении, изъятие документов, предметов, материалов, сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственности угрозы, жизни здорового лица, а также угрозы такой-то безопасности Российской Федерации. Там много разных видов. В случае, и абзац второй этого пункта гласит, в случае изъятия документов, предметов, материалов, или при проведении гласных, заметьте, гласных оперативно-розыскных мероприятий, Должностное лицо, осуществляющее изъятие, составляет протокол в порядке, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. Вот. Здесь нужно обратить внимание на следующее. Во-первых, специального такого вида ОРМ, как изъятие чего-нибудь, в законодательстве ОРД нет. При этом законодательство разрешает органам-субъектам ОРД, получается, строго говоря, при проведении любого оперативно-розыскного мероприятия проводить это самое изъятие. Так, Олег Валерьевич, все правильно? Да, все правильно. Но очень... Правда, при некоторых, наверное, будет проблематично это сделать. Например? Ну, что можно изъять, допустим, при прослушивании? Ну да, действительно. Прослушивание. Действительно, да. Или, к примеру, при проведении опроса у гражданина изымается то-то и то-то. Но вот этому как раз посвящено... Это можно. Да, это открытое мероприятие, оперативно-розыскное мероприятие. Под понятие открытое оперативно-розыскное мероприятие подпадает финальной стадии так любимых нами ОРМ оперативный эксперимент и проверочный закон. Так, как мы помним, обычно в конце любого оперативного эксперимента, к примеру, в кабинете чиновника, врывается оперативная группа, оперативный сотрудник, двое граждан содействующих и проводится, собственно говоря, изъятие. Вот в этом случае федеральный закон де-факто, не де-юра, заметьте, это важно понимать, де-факто отсылает нас не просто к УПК, а отсылает нас к статье 166 Уголовно-процессуального кодекса, в частности, протокол следственного действия. Но еще, вы помните, у нас есть статьи УПК, посвященные общим порядкам, общим правилам проведения следственных действий и так далее. Итак, обратите внимание, 166 статья УПК. Протокол следственного действия составляется в ходе следственного действия или непосредственно после его окончания. Протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств. В протоколе, заметьте, стенограмма там, фотографирование и так далее. Часть третья. В протоколе указывается место и дата производства, должность, фамилия составившего, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвующего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности. В протоколе описываются процессуальные действия в том порядке, в котором они производились, выявлены при их производстве существенные для настоящего дела стоятельства, а также излагаются заявления лиц, участвующих в следственном действии. Технические средства указываются. Я сокращаю, да? В протоколе должно быть отмечено, что лица, участвующие в следственных действиях, были заранее предупреждены. О применении при производстве действия технических средств. Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвующим в следственном действии. Заметьте, всем. И взятка получателю в данном случае, и взятка дателю, а это, как правило, содействующие лицу или оперативник, да? При этом указанным лицам разъясняется их право делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении. Все внесенные замечания о дополнении и уточнении протокола должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц. Протокол подписывается следователем, а в данном случае оперативником, да? И лицами, заметьте, всеми лицами, участвующими в этом, я уже перефразирую, оперативно-розыскном мероприятии. Протоколы прилагаются, фотографии, снимки, киноленты, диспозитивы, фонограммы, допросы, кассеты, видеозаписи, черт-чурки и так далее, и так далее, а также электронный носитель информации. Понимаем, да? И дальше идет часть девятая про безопасность потерпевшего, да? И протокол должен также содержать запись о разъяснении участникам следственных действий, их прав, обязанности, ответственности и порядка производства следственного действия, который доставляется подписями участников следственных действий. Ну что ж, Олег Ковальевич, простите за длинную цитату. Все-таки, какие вы видите типичные нарушения, связанные с изъятием, с учетом прочитанного. А я ведь прочитал еще не все. Еще есть 167-е удостоверение факта отказа от подписания, участие специалиста, участие переводчика, участие понятых. Ваше мнение, Олег Ковальевич, дорогой. Юрий Петрович, вот этот абзац он вообще очень загадочный. Как можно составлять в ходе ОРД протокол в соответствии с требованием уголовно-процессуального законодательства. Но если следовать требованиям составления протокола, да, уголовно-процессуальным требованиям, то я боюсь, что вряд ли вообще найдешь такой протокол, составленный в ходе ОРД, который полностью вот этим требованием соответствует. Согласен. Редко, когда время указывается, редко разъясняются права. Ну, много-много тут просто по пункту можно пройтись, сравниться с тем, что и на самом деле очень много будет нарушений. Но самое такое, наверное, существенное все-таки нарушение, которое, допустим, и на моей практике встречалось, это, правда, была, по-моему, еще доследственная, вот недавно была доследственная проверка, не доследственная проверка, точнее, еще до возбуждения дела, да, и там изъятие происходило не в ходе оперативно-розыскного мероприятия. То есть пришли просто оперативники, решили изъять документы, значит, компьютеры, и вот сказали, а мы, соответственно, статья 15 имеем право изъять. А вот насчет того, что какое именно оперативно-розыскное мероприятие проводится, они вот про это забыли, ничего не пояснили, то есть никакого УРЭМ не проводился, и изъятие, по сути, как самостоятельное, что ли, УРЭМ было представлено. Итак, совершенно верно, Олег Валерьевич, совершенно верно. Ну, я дополню еще вас, в рамках консультационной работы, а также занятий по проведению, по повышению квалификации, я же постоянно собираю информацию о том, где какие нарушения выявляются типичные. Я перечислю только некоторые. Например, оперативные сотрудники указывают на то, что акт, так называемый, акты досмотра, помните? А адвокаты вправе оценить это как нарушение. Почему? Потому что в законе нет никаких досмотров. Нет такого права у оперативных сотрудников, в рамках УРЭМ, по крайней мере. Но есть право на изъятие. Правда, вот эти акты досмотра, они, собственно говоря, и доказательственного значения особо никакого не имеют. Но это раз. Чертовы подробности. Во-вторых, коллеги, обратите... Олег Валерьевич, коллеги, обратите внимание на участие в деле разнообразных лиц. Им действительно не разъясняются права. Оперативные сотрудники должны разъяснять права. Время-место вы правильно отметили. Затем, обратите внимание на фото, видео и так далее. К ним есть определенные требования. В статье, в частности, 166. Оперативные сотрудники не всегда их соблюдают. Обратите внимание еще, я не стал сразу уж обо всем говорить. Статья 164. Общее правило производства следственных действий. Производство следственного действия в ночное время не допускается за заключением случаев, не терпящих отлагательства. А это значит, что оперативные сотрудники должны обосновать, что этот конкретный случай не терпел отлагательства. И это должно быть заложено в протоколе. Так ведь, Олег Валерьевич? Очень интересный момент. Статья 164, часть 4. При производстве следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц. Помните, Олег Валерьевич, мы с вами рассматривали ситуацию, когда очень часто встречающиеся. Когда оперативные сотрудники проводят под видом обследования помещений, допустим, в коммерческой организации, фактически производят обыск. Разумеется, без насилия они там не могут. Они взламывают помещения, замки, даже распиливают сейфы и все такое. Если с точки зрения стороны защиты толковать вот этот пункт, часть, вернее, 4 ст. 164, то нельзя? Я прав или нет? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, нельзя. Действительно, все-таки такие полномочия взламывать что-то, преодолевать, скажем, препятствия каких-то лиц, это все-таки предусматривается в ходе обыска именно. У нас есть позиция, на самом деле, Конституционного суда, но она такая тоже в разных решениях Конституционного суда немножко по-разному представляется, но в общих чертах эта позиция звучит таким образом, что оперативно-рыскные мероприятия не могут подменять производство следственных действий. Олег Валерьевич, у нас всегда занятия с вами, беседы с вами проходят в режиме, так сказать, неожиданности, да? Куда нас приведет очередная беседа, мы не знаем, и поэтому давайте я вас попрошу, давайте мы, когда мы будем делать аннотацию к этому видео, да, приложим это решение Конституционного суда, ладно? Хорошо, договорились. Ну и еще, коллеги, я бы хотел транслировать вам одну очень важную мысль. Олег Валерьевич правильно обратил внимание на то, что в оперативно-рыскном законодательстве заложена масса противоречий, а также пробелов. Вот эта дурацкая, прямо скажем, ссылка в статье 15 Федерального закона БРД на порядок предусмотренный, ну понятно, да, УПК, она не выдерживает никакой критики. Ученые и процессуалисты как только не ругались по поводу этой нормы, каждый трактует ее как хочет, и поэтому общий подход для адвокатов и стороны защиты может и должен быть такой. Используйте любые пробелы и противоречия в интересах стороны защиты. К вас, вас к этому обязывает Федеральный закон об адвокатской деятельности адвокатуре, статья 7, часть 1, пункт 1, обязывает вас, так, честно, разумно и добросовестно отстаивать интерес, законные интересы доверителя права и законов, всеми, не запрещенные федеральным законом, средствами. Одним из этих средств является аргументация, когда вы выискиваете в законодательстве любые противоречия, и даже если вы знаете, что другая норма этого закона, так сказать, отстаивает, помогает стороне обвинения, вы с пеной у рта можете и должны в суде обращать внимание, судей или прокурора, именно на ту норму и на тот вариант толкования, который позволяет вам защитить права и законные интересы доверителя. Что касается стороны обвинения, тут позиция с точностью да наоборот. Если имеется противоречие в правом регулировании, с одной стороны, помните конституционный принцип, все сомнения неразрешимы в пользу обвиняемого. С другой стороны, коллеги, могу сказать, что исходя, я не оцениваю это, исходя из практики, наиболее сильные следователи и прокуроры используют такое толкование закона, которое позволяет им защитить, условно говоря, интересы стороны обвинения. Как вы считаете, Олег Варьевич, вправе ли мы учить одновременно и тому, и другому подходу? Сложный вопрос, Илья Варьевич. Давай, Олег Варьевич. Нравственный. Нравственный вопрос. Духовный. У меня по этому поводу есть статья. Если мне кто-то из участников, из зрителей бесед напомнит в комментарии, оставьте, пожалуйста, комментарий. Я вам вышлю статью об отстаивании интересов сторон в процессе. Если нет других замечаний и предложений, завершаем? Завершаем. Спасибо. Так, я останавливаю презентацию сначала и затем завершаю конференцию. Повторяюсь, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь и рекомендуйте подписаться другим. Спасибо. 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 Спасибо.